В спорте проигравших не бывает. Как бы ни завершились турнирные баталии, все спортсмены всегда победители и обладатели главного приза, завидной физической формы и сильного характера. На церемонии открытия спартакиады Союзного государства для детей и юношества участников соревнований приветствовал заместитель главы города-курорта Сергей Козлов. Я искренне вас приветствую от имени главы муниципата образования города Куроканапа Сергея Павловича Сергеева на нашей гостеприимной земле. Мы должны с вами быть наиболее сплоченными. Спорт сегодня не имеет границ. Но и наша дружба тоже не имеет границ. Поэтому я желаю вам успеха. Спартакиаду традиционно открыли торжественным поднятием флагов и исполнением гимнов Союзного государства. Гостей Кубани встретили с хлебом с солью. Каждой команде вручили пышный сдобный каравай. Выступили творческие коллективы курорта – воспитанники детской юношеской спортивной школы номер один и спортивно-танцевального клуба «Альянс». На финальный этап соревнований в Анапа приехало более 200 юных спортсменов из Белоруссии и России. Здесь и Москва, здесь и Тула, здесь и Воронеж, и Уфа, здесь Башкирский. И помимо классических университетов, здесь еще и вузы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации принимают участие у нас. Программа Спартакиады включает в себя соревнования по волейболу, мини-футболу, настольному теннису и легкой атлетике. Участие в турнире – отличная возможность для ребят из разных стран. Лучше узнать друг друга, осознать, насколько два народа похожи. Соревнования проведены для сплочения. Мне кажется, что мы должны завести как раз много больше друзей, новое общение должно быть очень круто, мне кажется, потому что в моей карьере это, можно так сказать, впервые. Такие соревнования, вот прям международные. Главная задача этого мероприятия, такого высокого уровня, это укрепление дружественных связей между молодежью России и Белоруссии. Поэтому мы надеемся, что мы увезем отсюда не только медали и кубки, но и наши студенты, наша молодежь увезет отсюда много хороших впечатлений, новых друзей. Спартакиада союзного государства для детей и юношества пройдет в течение недели до 17 ноября. Субтитры создавал DimaTorzok